Змеиногорск Уникальные архивы музея горного дела рассказывают, что город Змеиногорск зародился на руднике по общепринятой версии в 1736 году. В то время руководство страны для ликвидации отсталости держало курс на добычу и выплавку ценных металлов. Змеиногорск слепил блеском меди, свинца и, конечно, серебра и золота. И неудивительно, что контролировал эти земли сам Акин Федемидов, крупнейший предприниматель и промышленник тех времен. Одна из версий, что когда первого родознатца Государева люди уже шли и на карте отмечали все эти месторождения, они выстроились в форме змеи и поселение Змеева было головой. По другой версии, свое название город получил из-за обилия змей. Некоторые документы даже свидетельствуют о том, что наряду с горниками в Змеиногорске трудились и специально обученные люди для ловли рептилий. На руднике работали даже дети. Было немало каторжников. Разумеется, последних, как и золотой запас, нужно было охранять. Башенка, в которой мы сейчас находимся, является практически точной реконструкцией одной из частей въездных ворот, открывающей путь на Змеиногорский рудник. Здесь находилось место смотрящего, который периодически поглядывал за обстановкой. Этажом ниже располагалась вооруженная охрана. Сооружение эксплуатировалось в 18 веке, но, к счастью, так ни разу и не пригодилось. От этой рукотворной красоты кружится голова. Когда-то серебро из этих месторождений шло в казну императорского дворца. Всего за годы существования рудника, а это почти полтора столетия, было получено свыше 50 тысяч пудов этого драгоценного металла. Это до сих пор еще руда. И она содержит металл. Еще окисляется эта медь, зеленая, синяя, свиняя. Один из признаков рудознации в том, что здесь содержится руда. Еще до сих пор камни богатые выходят. Почему компании некоторые пытаются возобновить обработку. А в те времена наряды на работу горняки получали здесь, в конторе Змеиногорского рудника. Сейчас в этом здании размещается архив. Исторических мест в этом городе немало, как и исторических свершений. Чего стоит тот факт, что в Змеиногорске впервые были применены многие новинки инженерной мысли. Среди них, к примеру, система гидротехнических устройств. По сути, полуавтоматическая промышленная линия. Почему-то про фонтаны Версаля во Франции все знают. А если мы сравниваем это с системой Казьмы Дмитриевича Фролова, это просто уму непостижимо, когда под землей работало колесо диаметром 13,6 метров. Когда строительный материал только дерево, а из инструментов кирка, пила, топор, лопата, ну и мозг человека. А на этом месте когда-то начиналась первая в России чугунно-рельсовая дорога. Ее сконструировал уже сын инженера Казьмы Фролова Петр Казьмич. Дорога была идеально ровной, слегка под уклоном. Для того, чтобы лошадь, груженная вагончиками с рудой весом порой до 12 тонн, легко проходила по ней. Производительность труда благодаря этой технологии повысилась в разы. Но все же дух современных туристов больше всего захватывает здесь, под сводами Екатерининской шахты. Это замковый камень. Получился такой вот свод из камней. Для чего он был сделан? Ну, написано, что Екатерининский вход. На самом деле где-то вот здесь находится шахта сама Екатерининская, она 189 метров глубиной. По официальной версии это место является входом в Екатерининскую шахту. Однако некоторые историки с этой точки зрения не согласны. Они считают, что здесь находилось место, где располагалось колесо, предназначенное для подъема руды из шахты. Косвенным подтверждением этого могут служить вот эти крюки, на которых якобы это колесо и крепилось. Конечно, мечта историков – заполучить точные чертежи. Не говоря уж о том, чтобы обойти всю подземную шахтовую сеть, уже, конечно, частично разрушенную. Сейчас есть электронные лазеры, которые спокойно можно просканировать и выяснить хотя бы три точки. Нужны три точки на карте, чтобы связать все объекты. Этого покуда никто не делал. Поэтому многие вещи мы называем образно. Мы не можем точно подойти и сказать, что вот это место как раз есть, Екатерининская шахта. Мы говорим, она здесь. Пожалуй, лучше всех историю города знает Валентина Смирнова. Ее называют мамой музейного дела Змейногорска. От рассказов о подземном царстве она переходит к более приземленным вещам – развлечениям городских жителей, их повседневным заботам. К примеру, здесь, в историческом центре, когда-то находились лавки купцов второй гильдии, где продавали лекарства, продукты и многое другое. Самое интересное, что Петр Казимович Фролов, находясь уже в Петербурге, он обратил внимание на то, что здание там как бы строится в шахматном порядке. Здесь точно так же теперь эти дома как бы стоят. Из-за одного выглядывает следующее здание. То есть с этой площади было полностью видно вот этот весь торговый центр. Наиболее обеспеченные и образованные могли себе позволить даже сходить на светский раут в дом горных офицеров. Сейчас место встреч, к сожалению, лишилось былого величия. Знал бы нынешний владелец здания, что здесь не единожды бывал сам Достоевский. Об этом пишет барон Врангель. Побывали они здесь не единожды. И барон Врангель в своих воспоминаниях пишет. Пробыли мы в змею и всего пять дней. Все было предоставлено наше распоряжение – пикники, танцы. К сожалению, Федор Михайлович не оставил воспоминания о Змеиногорске. Зато это сделала сама Мать-Земля. Город Рудник пришел в упадок к концу 19 века. Но историкам хочется верить, что город-памятник переживает возрождение. И что его путь еще будет усыпан золотом. Екатерина Гаськова, Александр Антропов. Наши новости.